МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня о самых важных событиях региона прямо сейчас в материалах корреспондентов ОРТ. В студии Антон Тимофеев. Вначале коротко некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оренбургские педагоги помогут коллегам ЛНР. Школы России и Донбасса начнут учебный год по единым стандартам. Число заболевших коронавирусом снова растет. Сколько россиян намерены пройти ревакцинацию? Тест на доверие через полосу препятствий. Как воспитать собаку-поводыря, поделились кинологи со всей России. Траурный марш как метод борьбы с соседями. В Орске полиция разбирается в музыкальных предпочтениях местных жителей. Обновленное поле и новые игроки. Губернатор встретился с футболистами Оренбурга. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В селе Майорское Сакмарского района неизвестные украли из храма Блаженной Матроны ценности. По предварительным данным, злоумышленник взломал дверь церкви и вынес украшения, которые прихожане оставляют у иконы в знак благодарности за то, что их молитвы услышаны. Сумма ущерба устанавливается. На месте работают сотрудники полиции, в том числе оперативники управления уголовного розыска УМВД области. Злоумышленников разыскивают. Представители Министерства образования Оренбургской области посетили подшефный Перевальский район Луганской народной республики. Делегация, которую возглавила первый заместитель министра Нина Гордеева, побывала в райцентре и поселках Центральный, Чернухино, Городище и Фащевка. На встрече с педагогами обсудили актуальные вопросы развития образовательных учреждений и подготовку к новому учебному году. Специалисты Минобра Оренбургской области окажут методическую помощь учителям по внедрению новых государственных образовательных стандартов начальной и основной школы. Коллегам в непростых условиях удалось сохранить систему образования в хорошем состоянии. Это касается в первую очередь кадрового потенциала. Есть основа для развития, и мы окажем всестороннюю помощь. С 1 сентября школы Донбасса начнут работать по российским стандартам, и мы фактически восстановим единое образовательное пространство. Помогут школам ЛНР и с библиотечным фондом. Дважды в неделю с педагогами из Перевальского района оренбургские специалисты проводят совещания в режиме ВКС. Семинары по внедрению стандартов, по функциональной грамотности и развитию воспитательных систем. Импортозамещение в деле. Первые 30 тысяч орских холодильников в этом году уже поступят в продажу. После многолетнего простоя возобновил работу знаменитый Орский завод, который производит один из главных бытовых приборов на любой кухне. Вот он, пожалуйста. Вот в новом обличии наш старый пузатый холодильник Орск. Классический дизайн, качественная начинка. Первая партия – предмет особой гордости и результат упорного труда. По словам директора предприятия Валерия Курносова, еще до введения запретов и санкций им удалось закупить импортные, в основном итальянские комплектующие. Но главное – сама производственная база российская. Ее, как и кадровый состав, удалось сохранить за годы простой завода. Попытки реанимировать производство начались еще в 2017 году, но полноценно заработать удалось лишь сейчас. Что особенно актуально. Новые экономические реалии в условиях санкций диктуют острую необходимость импортозамещения. Детальки идут идеальные. Все очень красивое, замечательное. Вот это наш материал. Могу показать. Вот они какие красивые. Это полистирол нефтекамский. Именно из этих сверкающих кристаллов в итоге получаются знакомые нам всем боксы. Их из рук Светланы выходят почти три сотни за смену. Все грязные технологии, на наше счастье, перекинули и в Китай, и в Индию, и в Иран. Но никто не хочет у себя в Европе чистой подносами иметь производство того же полистирола. Есть, что очень трудно импортозаместить. И заместить можно все. А ведь главное опять вопрос финансов. В России выпускается порядка 2,5-3 миллионов холодильников. Строй завод для производства 3 миллионов холодильников? Ну честно. Почему мы сейчас за него не взялись? Прибыль с одного компрессора – доллар. С одного холодильника – 25% себестоимости. Несопоставимые цены – простая арифметика. Таким образом, пока выгоднее привезти компрессор из Китая, чем запустить свою линейку в Орске. В России нет пока ни одного производства технологического оборудования для выпуска холодильников. Поэтому работать пока есть над чем. Но главное, что уже сейчас вложенные в восстановление и модернизацию завода 400 миллионов рублей дают первые успешные результаты. С конвейера, по словам директора, к концу года сойдет 30-тысячный холодильник. А в планах на ближайшую перспективу, по информации пресс-службы правительства региона, превысить отметку в 100 тысяч единиц в год. Анна Втюрина, Татьяна Лакеева, Николай Баранников. Новости дня. В России снова фиксируется рост числа инфицированных коронавирусом. Только за последние сутки в стране зарегистрировано больше 6 тысяч случаев, тогда как в начале июля цифры были вдвое меньше. Оренбургская область в числе регионов, где также наблюдается увеличение заболевших ковидом. Существенный рост инфицированных медики стали наблюдать с середины июля. До этого число заболевших коронавирусом постепенно сходило на нет. В регионах зафиксировались единичные случаи заражения и смертности от осложнений. По данным Оперштаба, накануне в России выявлено почти 6 тысяч заболеваний ковидом. А еще в начале месяца количество было чуть более трех тысяч. Оренбуржье не отстает от других областей. 1 июля в регионе зафиксировали 20 случаев, а на данный момент уже 39. Не радует и статистика ревакцинации. По данным аналитических сервисов, сделать прививку повторно готовы лишь четверо из 10 россиян. Среди тех, кто делал прививку от коронавируса полгода назад и ранее, 39% готовы на ревакцинацию в ближайшее время. 36% не готовы. Среди последних – те, кто недавно переболел, а также россияне, которые ранее вакцинировались по настоянию работодателя. Также эксперты отмечают, что чаще остальных об очередной прививке задумываются люди старше 45 лет. Их порядка 50%. Напомним, что сделать прививку от ковида повторно в Оренбурге можно в любой поликлинике. Эксперты считают, что распространение нового подвида омикрона «Кентавр» по России будет зависеть как раз от вакцинации населения. Случаи заболевания уже фиксируются в Москве. И хотя врачи подчеркивают, у всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Их не госпитализируют. Медики все же рекомендуют продолжить вакцинацию или вакцинацию от ковида. А готовы ли оренбуржцы привиться от коронавируса? Наши корреспонденты вышли с опросом на улицы областного центра. Самые интересные ответы прямо сейчас. Обязательно. Я уже сделал. Все. Как положено. Я еще и в первую вакцину не ставил. Я планировал поставить первую, но на тот момент не оказалось первого компонента. Сейчас я прохожу просто лечение по сердцу, и поэтому я даже, может быть, и не смогу вакцинироваться. Ой, мы уже два раза делали. Да, обязательно. Всем советую. Я только недавно прошла ревакцинацию. Буквально полтора месяца назад. Вот. Ну, на работе заставляют. Ну, конечно, если будет там, как прошлое, будем делать, конечно. Ну, посмотрим, если не заболею, может быть. Нет. Знаете, боюсь. Если честно, боюсь. Не хотелось больше ее делать. Очень плохо перенесли. Последствия были. Планировал. Да болеть не хочется. Время терять на всякую ерунду. К другим темам. Неровности и большие ямы в редакцию ОРТ обратились водители, которых беспокоят проезды во дворах многоэтажек Оренбурга. Сложно проехать к 11-му дому на улице Полигонная, а также к домам номер 3 и номер 5 на улице Диагностики. Наша съемочная группа убедилась, что проблема есть. Елена Еремина и Семен Воробьев интересовались, почему проблема не решается годами. И чего ждать оренбуржцам. Передвигаться по этой дороге во дворе по улице Полигонной проблематично даже без грязи и луж. Движению мешают неровности и большие ямы. Приводят в ужас они как водителей, так и пешеходов. Иван Маринин сетует. Преодолевать ямы во дворе приходится по нескольку раз в день. Путь на работу и к дому превращается в испытание на прочность машины и нервов. Ямы плохие, прям большие. Так не должно быть. Веска, считай, на машине убивается тоже. Супруга Ивана Маринина также не находит слов. Передвигаться по проблемной дороге с коляской значит рисковать своим спокойствием и ребенка. Ямы. И если едет машина, то приходится как-то пытаться объезжать. И также ты пытаешься проходить по этим непроходимым тротуарам. Не представляю, сколько еще нужно терпеть дорожный беспредел и пенсионеры. Они и так передвигаются с трудом. А тут еще такие препятствия. Тяжело ходить. Невозможно ходить. Как тут можно пройти? А как только осень, так у нас здесь вода стоит. Здесь не подойти ни к подъезду. Люди обращались в управляющую компанию «Аврора». Они говорят, эту проблему уже поднимали. Специалисты уверяют, сделали все, что в их силах. В прошлом году на встрече депутат Молчанова обещала жителям, что она сделает дорогу, так как это городская территория, дорожное полотно. Собрали подписи жителей, отдали ей. Все, она согласилась, что да, будет делать дорогу. Потом резко поменяла свое мнение и отозвала, так сказать, деньги на освоение данной дороги. Так как это городская территория, мы не можем за счет средств жителей ее отремонтировать. В управляющие компании добавляют. Писали в УЖКХ и администрацию Оренбурга. Ждут ответа. Страдают оренбуржцы из-за дороги около домов номер 3 и 5 по улице диагностики. Ездишь, и машина изнашивается, и колеса гнутся. Вроде как бы издаем на капитальный взнос и домов, и дорог, и все. А какие-то делаются ремонты? Частичные. Почему на протяжении нескольких лет на дорогах около домов номер 11, на улице полигонной, домов номер 3 и 5, на улице диагностики не производится ремонт? А также, когда и как будет решен вопрос с проблемными участками? Запрос мы отправили в администрацию Оренбурга. Ждем ответа. Елена Еремовна, Семен Воробьев. Новости дня. Слет владельцев собак-поводырей «Докс-парад» прошел в Оренбурге. В наш город съехались представители шести регионов России. На что способны хвостатые проводники и почему они считаются собачьей элитой? Расскажет Ольга Энгельс. Войс уверенно ведет свою хозяйку по полосе препятствий. Фишки и стойки он воспринимает так же, как ступени, бордюры или лужи на дороге. Резеншнауцер – нетипичная собака-поводырь. Они выносливые, умные и преданные, но вместе с тем, со сложным характером, который заставляет хозяина, заслужить доверие четвероногого. У Зои это получилось. К тому же она кинолог-дрессировщик. Вместе они уже 4 года. Я подготовила его себе сама, потому что я изнутри знаю, что конкретно нужно от собаки-поводыря. Резены, они более внимательные, что греха тает. Если резин пошел, он пошел. Он тебе обведет все, каждую кочку, каждую ямку, каждую пылинку. Я в дождь хожу с сухими ногами. То есть она будет лучше? Да, он очень внимательно работает. И у них очень большая выносливость. Полоса препятствий, тест на доверие. Все испытания собаки проходят с легкостью. Для них это будни. Умные четвероногие готовы помочь всем, кому это нужно. Для Юрия Чурносова Цея как член семьи. Все мое. И глазки, и ушки, и друг, и товарищ. Ко мне приехали эти гости из Самары. Сидим вот за столом, все. И она взяла от воды пробку и упала. Ну что, тоже не видит? Я не вижу. Что, говорит Юр, я пробку уронила. Я говорю, ну это разве проблема? А она на улице была. Я говорю, Цеюша, иди сюда. Подними тете пробочку. Она сидит, она ей в руку подает. Узнать четвероногого проводника легко. На нем специальная шлейка с надписью. Но чтобы стать своего рода собачьей элитой, им нужно много сил и времени. Чтобы щенка воспитать поводыря, нужно полтора-два года. А еще две недели на знакомство с хозяином. Самые сложные первые три месяца. Время, когда рождается настоящая дружба. Леонид, он полностью полагается на собаку. То есть собака его водит. И собака как бы, то есть он вообще не озадачивается ничем. Собака его просто водит. Вот Маша с Афелией, вы видели их там на полосе. У нее маленький ребенок, она ходит на работу. Она как бы, вот эта собака для нее тоже стала глазами. И в общем-то они как это, довольны там друг другом. В России ежегодно готовят 85 собак-поводырей. Этим занимаются в двух специальных школах. Хвостатый помощник достается лишь одному из ста незрячих. Не каждый готов взять себе такого проводника. Содержать этого пса стоит около 10 тысяч рублей в месяц. Государство выделяет на компенсацию расходов 20-30 тысяч рублей в год. В зависимости от региона. Но нужно быть готовым и психологически. Вперед! Вперед! Мне бы, конечно, хотелось пройти с собакой-поводырем без самого поводыря. Но слушается она только своего хозяина. Я сейчас иду с закрытыми глазами. И это своеобразный тест доверия. Честно, вот с такими проводниками вообще не страшно. Ольга Ингельс, Алексей Назин. Новости дня. Сейчас прервемся. И вот что будет в нашей программе дальше. Не переключайтесь. Траурный марш как метод борьбы с соседями. В Орске полиция разбирается в музыкальных предпочтениях местных жителей. Обновленное поле и новые игроки. Губернатор встретился с футболистами Оренбурга. Стихийные рынки с приходом лета появились практически в каждом дворе Оренбурга. Одни горожане говорят об удобстве такого соседства. Другие не готовы мириться с последствиями. Накануне мы рассказывали о подобных стихийных рынках. И сегодня в мэрии прокомментировали ситуацию с нелегальными торговыми точками на улице города. Напомним, речь идет о площадках, расположенных на улицах Пролетарской и Терешковой. Горожан беспокоят неприятные запахи и мусор, который за собой не убирают уличные продавцы. По словам жителей, иногда невозможно даже просто открыть окно. Запах гнилых фруктов и овощей еще не самое страшное. Люди заступают на работу, так грубо говоря, с 7 утра, заканчивают в 11 вечера. Соответственно, можно задаться вопросом, куда они ходят в туалет, куда они выкидывают мусор. Все это происходит, соответственно, на этих газонах и кустах. Вызывает сомнение и качество овощей и фруктов. Большинство стоящих за прилавками людей документы, подтверждающие безопасность продукции, показать не смогли, как и санитарные книжки. Да и разрешение на торговлю есть далеко не у всех. Они переходят здесь, штрафуют нас. Не просто так штрафуют, значит, за что-то? Ну, чтобы стоим, да. То есть у вас разрешение на продавцы? Мы же оплачиваем за это. Поставим, ставим полторы тысячи и тысячи рублей. Горожане, возмущенные поведением некоторых продавцов, регулярно вызывают полицию. Участковые выезжают на место, собирают информацию и передают материалы в администрацию, где затем по конкретному случаю принимают решение. Подобные обращения фиксируют и в администрации города. В июле их зафиксировано более двухсот. Специальные комиссии, которые проводят рейды по таким торговым точкам, выписывают нарушителям штрафы до пяти тысяч рублей. Однако продавцов такая мера не смущает. Сворачивать свой незаконный бизнес не спеша. Похоронный марш как метод борьбы с шумными соседями. Ворские горожане выясняют отношения необычным способом. Месть или нестандартные музыкальные предпочтения? Подробности в материале моих коллег. Похоронный марш на улице Олимпийской города Орска звучит, по словам соседей, едва ли не круглосуточно. Картину дополняет еще и деревянный гроб, стоящий во дворе меломана. Нежелающие с этим мириться горожане пытались поговорить с хозяевами дома, но найти контакт не получилось. Я стучал, стучался, никто не открыл. И вот так включат, и за полдня могут играть. Напротив жилого дома, из которого доносится траурная музыка, дом гостевой. Его сотрудники говорят, проблеме уже более 10 лет. Люди боятся просто уже сюда заезжать. И мы уже не знаем, как бороться с этим. Уже и полицию вызывали, приезжали, все уже в курсе. Ну и даже не знаем, что делать. Это все на всю улицу, считай, и дома, пятиэтажные дома, это все девятиэтажные, тоже уже писали эту жалобу. Хозяйка участка, который является источником мелодии, причины такого звукового сопровождения не назвала. Но зато рассказала о претензиях к поведению посетителей гостевого дома. У меня есть видеодоказательство, что с Олимпийской 9А постоянно происходят бешеные пляски и музыка. Вы на это не реагируете. Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. По факту обращения с жалобами на громкую музыку была проведена проверка. Было установлено, что мужчина действительно во дворе частного дома включал громкую музыку, а именно траурный марш. В связи с тем, что у него возникли неприязненные отношения с соседями. В ходе проведенной проверки собран административный материал по статье 75 закона Оренбургской области. И данный материал был направлен в административную комиссию Октябрьского района. Соседям с нестандартным музыкальным вкусом грозит штраф от 1000 до 3000 рублей. Если же ситуация повторится, то сумма наказания может вырасти до 5000 рублей. Екатерина Якобсен, Анастасия Тимофеева, Игорь Платонов. Новости дня. Теперь к спортивным событиям. У футбольного клуба Оренбург есть все шансы закрепиться в российской премьер-лиге. Губернатор Денис Паслер посетил обновленный стадион «Газовик» и пообщался с командой. На новом поле уже прошла одна игра. Идет подготовка к следующим матчам. Как прошла встреча, все подробности далее. Регулярные тренировки и желание побеждать – то, что стимулирует команду становиться лучше. К этому добавляются условия, в которых занимаются спортсмены. На обновленном поле игроки чувствуют себя гораздо комфортнее. Успехи участников клуба подмечает и Денис Паслер. Глава региона делится. Интерес к футболу возрастает не только у взрослых зрителей, но еще у совсем юных оренбуржцев. Тренд на количество занимающихся ребят футболом, безусловно, у нас растет. И, конечно же, это огромная заслуга, в первую очередь, вас. Потому что они на вас смотрят, они с вас берут пример, конечно, заряжаются эмоциями. Ну а когда победы, тогда все быстрее получается. На память об этой встрече губернатор получает в подарок от главного тренера мяч с автографами игроков этого сезона. Кроме того, команда пополнилась новым участником. Аргентинец Локас Вера занял место полузащитника. Теперь юноша играет под номером 23, пока новый участник только осваивается. Я очень рад, что попал в этот клуб, в эту лигу. Надеюсь, что смогу помочь команде, и мы вместе будем стараться удерживать мяч на поле и достигать новых побед. На стадионе пока еще продолжаются ремонтные работы. Но, несмотря на это, на прошлой неделе здесь уже принимали первых гостей. Руководство клуба старается делать все, чтобы посещение матчей становилось только доступнее. Для этого на трибунах выделили отдельный сектор для ребят, приезжающих из сельской местности. Все для того, чтобы развивать интерес оренбургцев к этому виду спорта. Я как раз понимаю, насколько это что-то доброе, светлое, необходимо для людей, проживающих в сельской местности. Поэтому, когда у нас появился стадион, возможность привлечь большее количество зрителей, мы у себя приняли такой социальный проект. Сейчас как руководство клуба, так и правительство области не теряют надежды и верят, с обновленным стадионом оренбургская команда сможет закрепиться в российскую премьер-лигу. Ведь теперь для этого созданы все условия. Алена Круглова, Андрей Булатов. Новости дня. А уже в субботу футбольный клуб Оренбург проведет вторую игру в рамках чемпионата страны. Болельщиков и игроков ждет дерби против Екатеринбургского Урала. Предматчевые расклады в материале Вячеслава Кампе. Старт сезона у Оренбурга получается спорным. В первом туре на обновленном стадионе наша команда устроила настоящую уголевую перестрелку с самарскими крыльями советов. Живая и остротокующая игра, которую уже третий сезон ставит наставник Марс Личко, нравится болельщикам. И до этого ФНЛ стабильно давала результат. Уходит из ворот, Ломаев и ошибается. Тимур Аюпа в 2-3. Правда в премьер-лиге уровень соперников выше. И крылья в первой игре это наглядно продемонстрировали. Почти 30 ударов с поворотом нашего голкипера Гошева и 4 пропущенных мяча. Оборона явно требует либо усиления, либо работы над прессингом. А вот в атаке все хорошо. Несмотря на потерю в межсезонье лучшего страйкера Джоэля Фомие, Оренбург много и красиво атакует. Отрадно видеть, что главный тренер, по всей видимости, от яркой игры отказываться не собирается и в этом сезоне. Давление на игрока, да, можно там, какой игрок играл, можно первую игру в премьер-лиг. Но за меня это футбол, это приятная вещь. Надо использовать эти моменты, потому что когда ты можешь сыграть в премьер-лиге игру. Много футболистов, которые никогда не достигнут, это цело. И, ребята, у вас это возможно сегодня. Идите, играйте в футбол, бейтесь. Соперник по второму туру Екатеринбургский Урал. Противник неудобный. Наши футболисты сыграли против уральцев 9 игр и всего раз сумели победить. Было это в далеком 2019 году. Самое время брать реванш. Команда максимально заряжена, чтобы реабилитироваться за поражение в первом туре. Тем более, что встреча с Уралом пройдет на домашней арене. Почти 2000 билетов уже проданы, около 700 достанутся владельцам абонементов. Поддержка на трибунах обеспечена. Посмотрим, чем ответят футболисты на поле. Вячеслав Камп и Антон Полянский. Новости дня. На этом все. Напоминаю еще больше информации на нашем сайте ORT.TV.ru. Присоединяйтесь и к группам телеканала в социальных сетях. Теперь и вы можете стать автором наших новостей. Если вы стали очевидцем какого-то события или столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, присылайте видео, фото и сообщения в мессенджеры ОРТ. Прямо сейчас они на вашем экране. 8-987-852-6011. Работает и круглосуточный телефон горячей линии. Звонок бесплатный. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова